Мир сам начал от меня отворачиваться, и я увидела это. Я клянусь Даной, я прожила жизнь миллиардера, будучи 10 лет. Я первая принимала его самолет, да, допустим. Я прям официально прошу у него прощения. Я была очень плохой помощницей. Быть со Смогуловым — это была самая большая награда. Я хотела иногда зарплату не трогать вообще, потому что мне казалось, в этом месяце я точно не заслужила. Он мне говорит, что там за вазелиновый у вас бизнес? Бросайте к чертовой матери. Пишу смс, и попросила у него в долг миллион долларов. Можете себе представить? Вот такая дура была. Отмалчивание — это неравнодушие в моём случае, да. Это, возможно, какой-то страх, который я ловлю, и пока не знаю, что с этим делать. Но мне нравится слово «пока». Я не тот человек, я Дан, не как вы, я не могу бороться, да. То есть у меня первый позыв был уйти, что я и сделала. Даю слово, Дан, даю. Асель, я хочу, чтобы в Казахстане увидели вас не только как очень хорошо говорящую, счастливую, успешную, естественно, да, но ещё узнали. И о том, откуда вообще вы такая взялась крутая, красивая казашка. Правда. Я-то с вами познакомилась, бытность, когда вы были помощником у Нурлана Смогула. Да, мы с вами познакомились тогда. Никто не знает, я рылась в вашем инстаграме, никто об этом не знает. Серьёзно, Дан, вы наши, во-первых, хочу сказать, что со времён Нурлана Смогула и Нурлан Смогулов вас уважает и побаивается, мне кажется. Нурлан Кевланч, вообще, кстати, когда только я говорю «Нурлан Смогулов», мне кажется, он вот так перед экраном зажимается, что я скажу. Ну вот, и вся команда, то есть ваш профессионализм, то, как вы проявлялись все эти годы, я тоже за вами наблюдаю. И мне очень нравятся ваши позиции, мне нравится ваша смелость. Спасибо. Расскажите про то время. Вообще, как вы у него оказались? Как он вас выбрал, нашёл, схантил? Наверное, это был не его выбор, я же, вот как раз, помните, были 2006-2007 год, бум, всё растёт, земли скупаются, маленькая квартирка стоит миллион долларов здесь на Калинино, помните те времена? Вот этот магазин Эдьяр французский, вот эта маленькая коморочка тогда оценилась миллионами долларов. В старом-старом доме. В старом-старом доме, это были такие времена надежд, подъёма, и в это время как раз казахстанские бизнесмены, они начали все новые у них слова. Они начали нанимать инвестбанкиров, оценивать свои компании, переходить на МСФО, все такие становились, начали причесывать свой бизнес, который выжил, выстоял в 90-х. Вот, и нужны были кадры, которые за рубежом работали, которые знают, что такое МСФО, знают, что такое там стандарты какие-то и так далее. И я вот как раз попалась под руку через агентство, меня привели, и я зашла в финансы, не была в финансах. И у меня там не сложилось, то есть я очень быстро, мой романтизм западный был приземлён такими тётеньками-бухгалтерами. Ну, понятно, потому что у них свой профессиональный опыт. Ну, старая школа, конечно. Старая школа, да, какой МСФО, мне говорили, то что, девочка. И я тут пришла. Естественно, я одна не смогла ничего сделать. Но я не тот человек, я, Дана, не как вы, я не могу бороться. То есть у меня первый позыв был уйти, что я и сделала. Ну, я здесь немножко посперебью. С одной стороны, я отношу себя к бойцам, но в то же время то, о чём вы говорите, я, наоборот, из таких кругов сразу выхожу. То есть, наоборот, не доказываю, да. Да, и я вышла, но Нурланг что-то во мне заметил такое, что он мне потом предложил и сказал, Асель, а давайте, ну, я не могу вам предложить в финансах позицию, вы там провалили. Я как бы приняла этот факт, мне было больно, но я поняла, что я могу хорошо показывать себя только, когда созданы для меня условия, да. То есть, посадили и сделали, а когда нет ни инфраструктуры, ни менталитеты. Меня, я не кризисный менеджер в тот момент, я не была таким. И, естественно, как бы мы поговорили с ним, он говорит, а давайте вы будете моим помощником, у меня только одна позиция есть. Я говорю, а вы мне зарплату оставите? Он говорит, да, оставлю. Я говорю, ну и давайте. И на тот момент я стала самым высокоплачиваемым помощником, потому что я общалась с помощниками с Эрикой Тюльбасовым, там ещё у кого-то, сержант Жума. С его друзьями. Друзьями. И мне все помощники говорят, вот, мы своим шефьям говорим, что нам также надо платить. И мы смеялись на это. А можно здесь, я полюбопытствую, когда Нарлан Веркебуланович сказал вам о провале, он имел в виду, что вы не скоммуницировали, или конкретно это касалось вашей компетенции? Это касательно моих управленческих качеств. По компетенциям вопросов не было. Человек пришёл с 10-летним опытом с Кока-Колы. Естественно, я знала и стандарты МСФО, и как внедрять и РП-системы, и СРМ-системы, да, то есть в этом вопросов не было. Был вопрос ментальной разницы управления людьми. То есть типа не скоммуницировалась с ними, значит, это провал. Да, там сидят такие мастодонты, и против которых 27-летняя девочка точно не может, ну, то есть я не тот человек. Там были, конечно, ребята, такие чейндж-менеджеры, да, но это ребята, которые примерно тебе говорят, вы закройтесь у себя в кабинете, сейчас будут головы тут лететь, да. Это как в GEE было, да, но я не они. Понятно. Вы пришли к персональным помощникам. Я пришла к персональным помощникам. Он вас, что это было больше, про школу или про то, что вы уже готовы что-то делать, или интуиция ваша подсказывала вам? Вы знаете, я была настолько сырым помощником, да, меня нужно было просто уволить. Я в один момент, я получая зарплату, я стыдилась этого процесса, представляете, я никому не могла сказать. И вот почему я была сутулой, потому что мне казалось, что я должна ему доплачивать за то, что я у него работаю, потому что он меня возил по выставкам, Кристи, Сотбис, мы ходили на переговоры. Я просто проживала, вот знаете, в Америке есть, я не знаю, в русском языке есть ли такое слово, vicarious, да, через кого-то. Vicarious – это значит прожить чью-то жизнь, будучи рядом с ним. Я клянусь, Дана, я прожила жизнь миллиардера, будучи 10 лет. Я первая принимала его самолёт, да, допустим, облёт делала. А можно здесь, получается так, вы проживали жизнь миллиардера, я проживала жизнь звезды, будучи директором, ну, помощником Батрахана Шукенова, я понимаю, о чём вы, потому что это такое, с одной стороны, огромное удовольствие. Почему? Потому что ты потом уже не хочешь ни заводов, ни пароходов. Есть такое? Ну, то есть не хочешь, почему? Потому что ты это имел. Да, вот сейчас я сижу с ребятами, молодым миллионером, потому что я теперь антрепренёр же, и антрепренёры сидят и говорят, вот, у меня будет 100 миллионов, я себе самолёт куплю. Я говорю, зачем? Тебе самолёт – это такая фигня, её содержать надо, этих пилотов. А он такой говорит, ты кто такая? У тебя есть самолёт? Я говорю, был. Кстати, ассистентская судьба такая интересная, давайте на эту тему поболтаем. И вот вы прожили жизнь миллиардера, находясь рядом с Нурланом. А сколько лет прошло, ну, были рядом? Я 10 лет была с Нурланом. Это огромное время. Да. Давайте сначала про школу, чему научил именно он, тем более вы говорите, что были сырой. И потом, что всё-таки, и вторая часть этого вопроса, чем цены вы были для него? Я до сих пор не знаю, чем я была цена для Нурлана. Представляете, я СДВГшник, я всё путала. Он всё время застревал у меня где-нибудь в аэропорту без визы, в ту страну, куда он летит, где-нибудь на стыковке. Я всё время путала даты, я всё время всё просто фокапила, вот в прямом смысле. Не преувеличиваете? Не преувеличиваю. Я СДВГшник. Ну, то есть я сама себя… Давайте поясним, что такое СДВГ. У меня всё время гиперактивность и синдром дефицита внимания. То есть этот диагноз мне поставила, не я сама, кстати, мне поставили это врачи в Америке и сказали, у вас явный СДВГ. И я теперь дала объяснение всем тем процессам, когда я вот с Нурлан, я прям официально прошу у него прощения. Я была очень плохой помощницей. Но, видимо, что-то, как мне говорили его коллеги, его директор пиар, служба маркетинга, они говорят, ну просто ты очень идейная. И я всегда его поддерживала. Ну, то есть я была очень хорошей. Хороший помощник – это какой? Это который невидимый и сильно своим мнением не фонит. Да, да, да. Я такой была. Вот вы говорите… Это вот то, обо что я в своё время споткнулась, конечно. Ну, я об этом писала в первой книге, что когда я помогала очень активно Баттеру, вроде бы я с определёнными функциями пришла, но, как все помощники, решала очень много вопросов. Организовывала. Решала, организовывала. И в какой-то момент у нас был концерт, ну, естественно, выступал Баттер и музыканты, мы к нему готовились. Я считала себя прям исключительным продюсером этого проекта, и всё-всё хорошо. И в самом завершении выступления, когда музыканты все выходят, прощаются, это вот такая финальная, называется, кода, то есть заканчивается концерт, кто-то из… Я теперь понимаю, что это был какой-то интриган за кулисами. Говорит, выходи тоже, выходи. А по идее я пресс-секретарь, я директор, я концертный менеджер и так далее. То есть я человек на бэке должна быть, я не могу быть там на сцене. Но я выскочила со своим СДВГ. Вышла, вроде бы, как стояла скромно застенчиво, подхлопывала там музыкантам, но после этого получила замечание, что, ну, как бы тебя не приглашали. Да, ассистент должен с этим смириться, и мне было по моему росту, по моей шапке было нормально, быть в тени и учиться. Я вот так… Ну, как Нурлан потом и заметил, он говорит, слушайте, вы выросли со мной. Да, ему это и нравилось. Да. Что вы были незаметны, но при этом всё равно эффективны. Я никогда не перечила его мнению, особенно на людях, когда… То есть это, знаете, это, наверное, хорошее… Ну, я не знаю, как, что такое понятие, хорошая жена, но женщина мудрая, наверное, так и должна была поступать. Я это делала за оплату. То есть мне платили, хорошо, я молчала. А можно сейчас пофантазировать, в те, в те все ощущения повернуться, что всё-таки было в приоритете? Вот высокая оценка труда через деньги или быть со Смогуловым, прожить жизнь миллиардера? Быть со Смогуловым. Быть со Смогуловым – это была самая большая награда. Я хотела иногда зарплату не трогать вообще, потому что мне казалось, в этом месяце я точно не заслужила. А он как раз отпустил через 20 лет? Или уже всё там? Ну, там… Потому что я начала уже параллельно с Лулу бизнес, и он мне говорит, что там за вазелиновый у вас бизнес, бросайте, к чёртовой матери. Это сильно. Да, и он однажды даже выписал, взял канцелярский такой наклейку и написал там сумму шестизначную в долларах. И говорит, идите в кассу, возьмите и закрывайте свой вазелиновый бизнес. Я посмотрела на сумму и такая, Нурлан Кипаланович, можно я попробую? И он говорит, что, малое он там написал? Я говорю, нет, с суммой всё нормально, я хочу попробовать, пусть это будет моя ошибка. И он говорит, я подпишу вам заявление, но только не смейте проситься обратно через два месяца. И я вышла от него, вот так поставила будильник через два месяца, чтобы проверить. И представляет, через два месяца, значит, лежу и смотрю, раз, будильник звенит. Я думаю, что… Этих людей задевает. Но я когда говорю этих, я ни в коем случае сейчас не классифицирую, но просто я сейчас имею в виду только психотип, характер, набор каких-то личностных качеств. Лидеров это задевает. Да, да, когда от него уходят. Хотя мне кажется, вот сегодняшнее современное мышление, оно в этом смысле такое крутое. Наоборот, если Даниэр завтра скажет, да, Дана, давайте я вот это попробую. Единственное, что мы ему предложим, скажем, давай в инкубатор. Ну, то бишь… Точно. Можно я в тебя вложусь? Да. Возьми… Лангий Биланович, в меня надо было вкладываться. Да, кстати. Да. Ну, видите, 10 лет назад такой культуры ещё не было. Это было бы лучше, чем в акции Теслы вложить. И в выставках сегодняшних сотрудников легко, они тоже начнут разлетаться. Усилится личность, всё. Но хорошо в одной семье оставаться, да? Было бы круто, да. Я поэтому своим тоже ребятам говорю, слушайте, если у вас есть бизнес-иде, принесите у меня. Сначала расскажите мне, да. Вы тоже так делаете? Расскажите. Во-первых, мы же как минимум обязательно что-нибудь подскажем, от чего-то убережём. У нас Данияр вот недавно говорит нам… Вообще, он у нас ключевой человек. Вообще, мы всех любим одинаково, но на Данияре много функций и ролей. И он говорит, друзья, да, у Даны я, наверное, с семьёй перейду в Астану. И у меня как сердце забилось. Я думаю, так, первое, что я сказала бы 15 лет назад, ну, прям, то есть я бы там возбудилась, посмеялась бы. Куда? В Астану? Астана, не обижайся. И потом я ему говорю, слушай, ты коренной, ну, южный человек, подумай, потому что я выросла в тех краях. Это тебе не просто романтика в столице, типа, все движения там, все движения в Алмате. И вот так вот таким каким-то наставническим, даже нет, сестринским голосом, спокойно. Говорю, нет, конечно, вы подумайте, но всё-таки Алмата. Да, ну, и вот так вот. И всё, и ребята расхотели. Круто. При этом они не могут сказать, вот ты нас там уговорила или переведила, или что-то. Они сами пришли к этому решению. Это их решение. Чуть-чуть, да, положила сахару в чай просто. Погоду с Астаны поотправляла 15 раз. Ну, в общем, потом, когда уже вы стали развивать свой бизнес, мы обязательно сегодня поговорим об этом. Как сложились отношения с Могулом? Кстати, я не планировала о нём столько говорить, но пришло время, это интересно. Всё время, да. Дружите? Мы дружим. Знаете, как у нас было? Как мы дружим? Я с ним дружу, он об этом не знает. Вот так и дружим. Но для меня было знаковым. Когда я уходила, он просто меня вот так спокойно отпустил. И, если честно, я, как любая женщина, наверное, думаю, блин, а как меня так спокойно отпустили? Я же думала, незаменимых людей нет и так далее. Я немножко у меня вот здесь вот своробила. И потом он, значит, перед Новым годом мне позвонил, поздравил с Новым годом. Уже год почти прошёл. И говорит, Асель, я понял. Я вас недооценил, когда вы были рядом со мной. Вы такая умница. Представляете, вы такая умница. Оказывается, рядом со мной сидела такая боевая единица. Мне надо было вас на франк выпускать. А вы сидели в моей тени всё время, там, мне что-то заказывали. Охреново он хотел, наверное, добавить. И он просто, знаете, как сделал? Он просто положил трубку, а вслед за ним звонит его бухгалтер и говорит, Асель, 28 декабря мне срочно надо выгнать вам бонус. Вам Нурлан подарок сделал. И представляете, он говорит, это вам бонус за ваш труд. И мне 29 декабря падает сумма бонуса. Давайте мы сейчас, как Ксения Анатольевна. Ксения Анатольевна говорит, сколько? Сколько. Хорошая сумма. Вот мы казахи, видите, вот мы всё равно деликатные. У нас такое право евразийство, крутое, настоящее. Как это приятно. Да чёрт с ним с деньгами, приятен звонок. Звонок? Выше, чем деньгами. Перевернул. Потом он говорит, если вам нужен совет. И такой говорит, не денежный. Представляете? Потом, после этого, через год, я делаю ещё одну ошибку. Я же дурная. Я же виски застучала. Да, я вообще просто наши отношения с Нурланом всё время абьюзила. И значит, я ему пишу смс, попросила у него в долг миллион долларов. Можете себе представить? Вот такая дура была. Я просто написала ему, во-первых, не делай бизнес по WhatsApp, пожалуйста. Не делай бизнес по смс. Я сама это знаю. Я вылетаю на встречи в Москву, в Лос-Анджелес, даже там с кем-то встретиться, с агентством. Он тут делает удурь. Видимо, я считаю его очень близким мне человеком. Я, значит, говорю, Нурлан Кевланч, одолжите мне, пожалуйста, миллион долларов. И ответ был гениален. Он мне пишет, денег я вам не дам. Вы сделаете ошибку, которую должны сделать. А я ему пишу, иначе мы там всё просрём. Он говорит, вы сделаете ошибку, которую должны сделать. Ошибка станет вашим опытом, а опыт станет вашим конкурентным преимуществом. Удача, Асель. Ну всё, и тишина. И да, мы сделали эту ошибку, мы получили опыт, и этот опыт сейчас нас сделал круче конкурентов. Даник, скажи, что я никому не даю денег никогда. При этом я вообще не жадна ни разу. Да. Это потому что не про жадность. Это не про жадность. Знаете, это опять же эмпатия. Все в основном люди с этим новым определением, понятием не совсем знакомы и не совсем справляются. Не у всех получается быть эмпатами. Мало им родиться можно. Ну я всегда говорю, мало родиться. Можно научиться. Но вот то, что сделал Нурлан вот в этом кейсе, это на самом деле прям воплощение эмпатии. То есть он заинтересован в том, чтобы вы усилились, улучшились, добрее, больше любили своё дело и так далее, чтобы вы долго жили и в бизнесе в том числе. И поэтому он лишил вас вот этого, этой удочки. Этой рыбки. Он сказал, иди за удочкой. По большому счёту, это всё-таки ещё удочка. И удочка, да. Потому что рыбка уже там, да. А он даже вам сказал, нет, я тебе удочку не дам, потому что я знаю, что у тебя потенция такая офигенная, что ты эту удочку сейчас быстренько сама… Сверли лёд. Да. Пусть у тебя первые два, там, две тростинки сломаются. Блин, как же круто. Вообще. На сегодня вы, ну как, на следующий Новый год друг друга поздравляете, следующий. И вот недавно у меня вышел подкаст, в котором опять я говорила про Нурлана. Вы там рассказали ровно то, что сейчас рассказывают? Нет. Да, мы говорили про другие вещи, и Нурлан после этого подкаста тоже мне позвонил и говорит, Ахель, у меня ваш подкаст, я поняла, что подкасты – это сила, да? Я говорю, да, Нурлан Кипланович, вообще классный инструмент, заходите. И вы знаете, кстати, хочу сказать одну вещь, может быть, вы тоже как эксперт дадите комментарий свой. Почему-то у Нурлана Смогулова не простроен имидж. К сожалению. Потому что он меня побаивается. Надо им, надо Нурлан Кипланович, мы же прям очень хорошо, не просто знакомы, у нас прям тёплые отношения. Не простроен имидж, то есть его слово. Надо мне его проконсультировать. Почему за него говорят какие-то вещи? А потом, когда на меня налетает хейт, вот в этом подкасте было две тысячи комментариев, из них тысяча я получила за него. Ага, за то, что адвокатируете? А вот это такой. Они начали говорить, что она Нурлану там всё время дифферамбы поёт. Вот, но я потом пиарщикам ему позвонила и говорю, вы видите, по хейту видно, что люди его не знают. Вот. Они знают по каким-то чужим там доводам. Какой вы молодец, правильно. Потому что смотрите, а вы сейчас меня же спросили, почему. Я вам прям готовый, у меня ответ сейчас сформировался. Вот это вот их абсолютно неосознанная сепарация, можно сказать, кластеры, я не знаю, какой-то группы людей. Когда-то их назвали младотюрками, потом они перестали быть младо, стали зрелыми тюрками. Они, конечно, молодцы, что между собой все очень сплочённые, представляют собой, да, что там говорить, ну прям серьёзную такую группу людей. Но скажу открыто, вот тоже используя нашу сегодняшнюю с вами площадку, возможность, поскольку вы для меня такая, ну ниточка вот конкретному этому человеку, всё-таки вот эта неосознанная сепарация, которая была обусловлена, она оправдана тем, что им всегда было некогда. Они занимались каждой и бизнесами, и построениями своих там организаций, семей, там какие-то семейные у кого-то вопросы. И просто уже потом привычка жить так. И вот эта большая пропасть, это не история про богатых и бедных. Это история про то, что они не верят в этот канал. Одно, это одно. И второе, что наши элиты сегодняшние сформированы, к сожалению, мы как общество не убедили их, что на нас можно положиться. Сечёте мысль? Да, от нас нужно, что мы угрозу какую-то представляем. Да, что мы только потребляем. Мы сейчас, я не про себя и не про вас, а про людей всех, да, мы просим, мы потребляем, и ещё мы это оцениваем и осуждаем. Ну, никакой светлости от этого ресурса нет, никакого там, никакой пользы. Только типа, ну ладно, дайте вот это. И, к сожалению, вот в том, что произошло, сейчас картина мира такая сложилась, нарисовалась, не то, чтобы есть виноваты обе стороны, а ответственны. И те, кто у руля бизнеса и управления страной. И люди тоже, к сожалению. Но ответственность людей не в том, что они, там, извиняюсь, там, просят или требуют, или осуждают, а в том, что они не знают. И когда они не знают того же, на примере просто. Да, согласна. Мне кажется, это очень яркий такой, наглядный очень пример. Не знают Нурлана Иргибулановича Смогулова, хотя программа, друзья, не ему посвящена. Мы разговариваем с Оселью, но Оселью 10 лет проработала с Нурланом, а я знаю его больше 20 лет. И мой муж работает уже 25 год с ним. Да, и поэтому я тоже могу присоединиться к вам и сказать всем-всем-всем зрителям, слушателям нашим сегодня. Просто, когда мы не знаем хорошо, просто нужно не спешить делать выводы, тем более отрицательные. А что касается непосредственно самой персоны, господина Смогулова, то там, конечно, нужны воля его и хороший, честный консалтинг. Не тот, который в лице какой-то группы российских, украинских, украинских технологов придет и скажет, мы сейчас все делаем, наша консультация стоит миллионы. И плюс, к таким точно не надо обращаться. И если у вас будет разговор, например, на эту тему, то вы всегда можете сказать, что в Казахстане поистине выросли. Не обязательно мы, но я точно могу даже подсказать, кто может заняться этим вопросом. Слушайте, конечно, потому что Нурлана есть, что передавать поколению. Это же тоже наследие, не только музей ставить, а форму мышления, определенные смыслы, которые человек может передать и хочет. Как он сильно может нас всех обогатить. Понимаете, что получается? Есть в лице Нурлана Смогулова и таких, как его, ну там, его друзья, коллеги, колоссальный ресурс. Это как месторождения нефтяные, которые еще не тронуты. Когда любая страна, которая нефть добывает, может для себя там на ближайшие десятилетия спать спокойно и знать, что, а, еще есть вот такие месторождения, мы там разведку провели, там все ништяк. То же самое, это люди, которые еще молоды, они устойчивы, они крепки, они сильны, а по большому счету мы не юзаем их. В хорошем смысле. Я всегда про себя так говорю. Вы почему на мне нужно пахать? Когда вот я занималась, помните, за вопросами защиты прав детей там на официальном уровне? Я встала на таком собрании и говорю, ну что мы просто так здесь болтаем? Ведь вот на мне конкретно можно пахать. Я офигенно пишу концепции, причем такие, ну, практически и в жизни реально воплощаемые. Бери и делай. Да, вместо того, чтобы сказать, Дан, вот тебе чашка чая и вот тебе бутерброд, давай вот это вот сделай. Да я с удовольствием сделаю, потому что я буду знать, что это для людей, для детей, для нашего будущего. А из меня сделали зрители. То же самое сейчас получается, видите? Да, конечно, потому что если ты вот эту единицу внимания человека не занимаешь классным контентом, да, то есть очень глубоким, учиться учителей, да, получается, мы получаем на место этого контента суррогат. Я бы хотела, например, Мурлан первый человек, который популяризовал казахстанское искусство. Он строит музей. Я не знаю, как это воспринимается, но если бы он рассказывал историю, без клоунства, потому что почему-то у этих людей есть понимание, что это ниже их достоинства, что это клоунство. Но говорить о себе, занимать позицию, вот как вы призываете, да, это же благородное дело, потому что все знают, а Мурлан за это, про это, а не просто про утиль сбор какой-то. Абсолютно. И потом вот как-то Маргулан Сесимбаев тоже, он друг и Мурлана, и Ерманджана, и всех. Я как-то его пригласила, пользуясь тоже нашими тёплыми многолетними отношениями, на честную жизнь. Хорошее интервью получилось во всех смыслах. Оно и глубокое, и юмор есть, и лирика, в общем, всё, что нужно. Но у Маргулана много интервью, с ним записывают и не только казахстанские же журналисты, да. И казалось бы, для него это как на работу сходить. Но обратно он вернулся с обратной связью, с такой тёплым, с таким фидбэком, что, да, у меня много интервью, но именно здесь. Тут не потому, что он меня хвалил, а он раскрылся, он говорит, блин, я говорю, ты как-то так меня расположил, я тебе такие вещи рассказал. И люди, оказывается, меня-то вообще не знали. Представляете? Представляете, да. Кажется, знает. И с 3 тысячи комментариев там примерно, сейчас давно уже туда не заходила, может быть, два было залётных, типа, да, знаете, вы его просто не знаете. Слушайте, ну так про любого человека можно сказать. И меня там до конца, может, не знает. Я своему мужу каждый день говорю, я тебя не знала. У меня есть пятна, и вообще у всего есть, я всегда привожу такую метафору, есть день, ночь, есть зима, лето, всегда есть какие-то обратные стороны. И периоды у человека бывают. Слушайте, если вы сейчас видите меня в каком-то дауне, просто, просто проходите мимо. Ну вы же согласны, если ли, что у масштабных людей масштабно всё, и проявления, и поступков, ну тени тоже могут быть такие. Очень сильно любопытствую по поводу того, вот как бизнес-то совсем молодой, и я тоже видела его за рождение. С вазелинового. Да, вазелиновый бизнес. Вот как ваш последователь, друг, где-то потребитель тоже, потому что я тоже чем-то пользовалась из вашего предлагаемого продукта, я сразу, у меня не было сомнений. Я понимала так вот, как ваш бывший шеф, что, блин, вот эта вот зажигалка точно всё сделает. Ещё вы с сестрой, а это всё равно другой калинкор. Ну рисков мало, да, ну редко же бывает, что родной человек может подвезти. Расскажите про этот период для тех, кто вот сегодня, например, задумал, что это все, ну с точки зрения бизнеса. Вы знаете, с точки зрения бизнеса, конечно, ты вначале проходишь всю эту эволюцию, да, наверное, вы проходили. Вы тоже, наверное, сами вешали декорации по ночам и делали там такую работу. Я тоже была сама себе уборщицей, бухгалтером и консультантом, и всё в одном лице, и закупщиком. Но потом должен произойти щелчок, что ни одна миллиардная компания не строилась на одном человеке, это всегда была команда. Ни одна большая компания и масштаб не ловила без каких-то дополнительных инвестиций, то есть вот этого плеча. И здесь эта готовность твоего менталитета должна быть, отпустить процессы, довериться кому-то, положиться на кого-то, да, это твоя личная работа. Если ты всегда видишь угрозу от мира и говоришь, меня все обманывают, все такие, все кидают, тогда ты и будешь сам умирать в своём бизнесе. Реально выгорать, да, то есть ты сам будешь пахать. Но если ты в какой-то момент доверие миру проявляешь и говоришь, да, вы, возможно, зафокапите 115 раз, но у нас что-то да получится. И вот это доверие прыгнуть, да, прыжок вот этот, я делала очень болезненно, то есть я не могу сказать, что я такая, я взяла и прыгнула. Нет, у меня слетали надпочечники, я была на грани развода, мне оставили перед выбором, или я, или вот удаляй там аккаунт, условно, например, да. И вот через вот эту череду боли я пришла к доверию. А давай здесь остановимся, я же правильно понимаю, когда ты говоришь, это были слова мужа, типа удаляй аккаунт или нафиг всё, да? Ну, условно, мужа, семьи в лице мужа, да. Отличного пространства, да. Вспомнишь ли ты, что это было один день, одно слово, что вот переломным таким моментом было, когда начали доверять? Зерно доверия когда посеялось? Зерно доверия посеялось, наверное, тогда, когда я сделала проброс, и что если я буду дальше так продолжать, то, скорее всего, я в какой-то момент остановлюсь, а вокруг меня вообще никого нет. И когда первые звоночки были, я вот села со своим психологом, и она мне сказала, слушай, у тебя есть все шансы умереть в одиночестве. А селька у тебя есть все шансы. То есть она, вот бывает же, коучи там тебя вопросами подводят, а вот она уже мне. То есть мы настолько были уже близки, возможно, она уже говорила не как психолог, она говорит, у тебя есть все шансы умереть в одиночестве. Ты хочешь так? И я говорю, почему ты так думаешь? Она говорит, ну потому что в тебе развиваются эти качества, и я вижу это. Она назвала, ну я понимаю, что ты знала, я хочу для зрителей, какие это были в ее резюме, какие качества тебе? Это такие качества, когда я не иду в глубину отношений. То есть для меня были важны достижения больше, чем сам процесс, когда ты суперрезультатоориентированный. То есть диагностика, если вы хотите себя правильно диагностировать, это значит, ты реально нацелен только на результат. Так или никак? Ну в обычной жизни как это выглядит? Например, ты подъехала к дому, я всегда вот тоже своим читателям рассказываю очень простую байку. Когда я подъезжаю, ну тогда я еще из офиса приезжаю, я выключаю телефон и домой захожу, такая, я мама. Вот видите, вот Дан, вот он ответ, вот так я общалась. Вот так. Да, Джан, что там у тебя? Прикольно, да, 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 интересно, слушайте. И что, подкасты пишем? Сейчас, запишем. То есть вот это все время... И ваш мир сказал, нет, дорогая, так и запротестовал. Ну и вы не то чтобы поддались, но вы поняли, ну благодаря психологу, да? Я начала видеть это по семье. Отец, вот допустим мой муж заходит домой, все дети на горшках сидят где-то в телефоне или еще где-то, они бросаются, папа, и бегут. Я захожу, привет, я дома. Тишина, никто не выходит. Я подхожу ко всем, я дома. Мир сам просигналит. Мир сам начал от меня отворачиваться, и я увидела это. Мне было очень больно. Блин, офигеть, как сильно. Но все потом и дальше, я типа, я все поняла, как в той книжке. Сразу ты не понимаешь, Дан. То есть я все предупредительные сигналы по классике жанра пропускала, пропускала. Потом в один момент я, то есть мой муж, это была поездка в Шри-Ланку. То есть представляете, я всегда думала, что вот у меня муж, он чабан, да? Он такой простой парень, прям от соль земли. Какой чабан, прям буквально? Он прям пасет сам скотину. Ух ты, ну это тоже какое-то дело его? Это его ферма, да. То есть у нас сейчас вот очень круто. Вот видите, ваши читатели ничего не знают такое. Ну, в смысле ваши... Да, у меня муж чабан, он пастух, он прям пасет сам в поле, потому что он не доверяет. Сам пасет скотину, в 4 утра встает, сам пасет. Я в него влюбляюсь каждый раз, когда вижу это. И вот он... Я всегда почему-то относилась в наших отношениях как? Так, что я интеллектуальная, красивая, успешная женщина, и я делаю тебе одолжение, мой друг, что я с тобой, возможно, энергетически. То есть не так, я, конечно, его люблю, да, неосознанно. Но он, видимо, всегда это считывал. И в один момент я всегда думала, если отношения прекратятся, то это будет по моей инициативе, что я контролирую этот процесс. И вот я вылетаю в Шри-Ланку, и он мне пишет тоже в самолёте, прям вот мне говорят. «Dear passengers, turn off your phones», да, то есть ты только на авиарежим ставить, а мне залетает смс, и он говорит, «Ты моя любовь и боль, но я больше так не могу, я хочу с тобой расстаться». Офигеть. Говорит, я не выдерживаю наших отношений. И я такая, что? То есть сначала у меня был шок, у меня был шок, а потом и в Шри-Ланке вот эти процессы шли. Не было связи, мы были где-то в лесах, и я не могла смириться с этим процессом. И потом я всё пересмотрела и летела шесть часов, рыдала в самолёте вообще, потому что мы сыграли ещё в игру там одну в Шри-Ланке. Которая вас ещё озарила. Она была очень простой. Мы ехали в автобусе с моими клиентками, и мы играли в простую игру. Kill, marry or sex. Знаете, да, такую игру? Не знаю, но... То есть с человеком можно сделать, то есть условно я с вами могу сейчас сделать только одну вещь. Или секс, или kill, убью вас, или женюсь на вас. И все, представляете, все восемь человек сказали, о, а селька тебя kill. Я говорю, почему kill? Они говорят, ну, мне кажется, жить с тобой невозможно. А я эту смс-ку, понимаете, проецирую на вот это всё. Нормальные жернова. У меня просто рвёт на части. Я говорю, как я не Мэри, как я не Мэри, почему нельзя со мной жить? И я поняла, как тяжело со мной жить, что я вот такая всё время невовлечённая. Я правильно понимаю, что образно это про жизнь вообще? Ну, то есть это и про дружбу, и про общение, и про всё. Или именно конкретно про супружку? Про дружбу, наверное, тоже так можно сказать. Возвращаетесь потом? Возвращаюсь и начинаю работать над отношениями. И я ей говорю, я тебя никуда не отпускаю. Вот прям вот так сказали? Я тебя никуда не отпускаю. Да, я ему сказала, я тебе... Любимый, ну, прости. Нет, я ему так и сказала. Говорю, Дана, я тебя никуда не отпускаю, дай мне время. Дай мне время, сейчас ты будешь видеть значимые изменения. Он говорит, ну ладно, давай попробуем. Я начала прям усилием воли делать вот эти шаги прям семимильные. Мне было очень больно, но я шла. Больно почему? Что типа унизительно было? Нет, не унизительно, просто менять привычки эти, быть всё время в телефоне, быть невовлечённой. Она начала работать в эту сторону. Абсолютно точно в такие, когда происходят трансформации механические, вот там убрать телефон, это болезненно, потому что это как... Это же наркотики, да? Это мышечная память даже в том числе. Конечно, мы убираем это, допустим. Не обязательно женщины, вообще люди, ну и мужчины, женщины. И потом наступает уже благоприятный период, когда это становится наоборот нормой, да? Вот это сколько времени шло, когда уже стали... Я думаю, на это уйдёт полгода, если кто-то вдруг планирует так же сделать. В одном из недавних тоже каких-то ваших общений в Ютьюбе вы рассказывали историю про то, что... Или признали, что типа у меня муж абьюзер, я живу с абьюзером, но нашла. Может быть, это всё преувеличено, или это какой-то другой подвид абьюзинга? Абьюзер, что это? Знаете, Дан, да, я считаю, что... Ну, несправедливо, но, возможно, я сама неаккуратна в своих словах, потому что я учусь, так скажем. И я в каком-то подкасте сказала, что если вы живёте с абьюзером, то у вас есть два варианта. То есть или уходить от него, терпеть абьюз нельзя. И второй вариант – это вырасти до абьюзера самому. Что сделала я? Ну, то есть у меня, видимо, был такой... Я не говорю сейчас про физические, физические. Вообще терпеть нельзя. Но бывает такой психологический абьюз, когда мой муж, например, он как проявляется? Я говорю ему, Жанна, я хочу бизнес в Москве открыть. Он мне говорит, ты? Это абьюзер. Бизнес в Москве? Ты? Понимаете? И вот он так проявляется. Это абьюз, друзья, чтобы вы понимали. Не путайте. Это не юмор, не сатиры. Поверьте, если вы арестовы живы, я знаю, что такое... Ну, конечно, это абьюз. Но если вы его абьюзер, что сделали в ответ? Ну, вообще-то... Я сначала всё время доказывала, то есть на таких обычно же абьюзер... Ну, то есть я не психолог, но в моём случае я сама увидела, где мы в этой иерархии. Это было диагностично. То есть если муж со мной так ведёт себя, это значит, у меня благодатная почва. Я ему доказывала, что нет, я сделаю. Я хотела так. Я ему говорила, я в Москве открою. То есть я не обижалась. Да, не ссорилась. Не ссорилась с ним. Я говорила, Жанн, я открою в Москве бизнес, ещё он будет вот такой. Он говорит, ну, поехали, давай. Здесь был заказов. Да, то есть я вырастала до его уровня своим достигаторством, понимаете? То есть ты по-разному можешь там действовать. Но потом, когда... Вот сейчас, когда всё перевернулось, я потом начала понимать, почему он так говорит. Когда у меня был катарсис, я ему сказала, почему ты так себя ведёшь? Почему ты делаешь мне вот так больно? Он говорит, я боюсь за тебя. Такая форма защиты. Форма защиты. То есть он был выращен незрелый мужчина. Встречается с незрелой девочкой, которая тоже какие-то свои дефектные части закрывает, достигает чего-то. Ему доказывает, говорит, люби меня, я достойна любви. А он над этим потешается. Потому что он тоже своей незрелой частью это делает. Я увидела в нас таких незрелых людей, с которыми можно работать. И, естественно, я пошла в терапию. И в терапии, конечно, я увидела, что он был выращен в определённых условиях, и что его форма любви, и сказать, я боюсь за тебя, Джанам, это вот так, обсмеять и сказать, фу, у тебя ничего не получится. Ну, пользовался тем, что я имел. Что у него не было других инструментов. И если вы видите такого человека, и у вас есть ресурс. То есть я сначала себя, фундамент свой бетоном там цементировала, чтобы встать и сказать, любимый, я больше, чем твой, и даже свой страх. Так, всё нормально. Тебе не нужно так кусаться, тебе не нужно агрессировать. И постепенно, ну этот процесс надо выдерживать же ещё. Возможно, ты, вот говорят же, служение, служение, ты должен, возможно, спасти эту душу. Это же твой учитель, он к тебе пришёл. Я могу у своего мужа сейчас, мы с ним можем разбежаться, он меня бросит, я его. Но мы приняли решение, что наш брак может распаться только на благодарности с обеих сторон. То есть когда он мне будет благодарен, скажет, Жанна, ты мне всё дала, и я ему так скажу. Тогда мы уйдём, пока нет благодарности. Но поскольку такие люди, как вы, эта история всегда про созидание и про то, что есть знания, применяемые в жизни, и наоборот, в случае даже каких-то кризисных моментов, там, ну, спадов, сложных ситуаций, ну, как сказала одна ваша подруга, вы-то ресурсные, у вас есть, это не вопрос физики, это вопрос знаний, это привели, это прерогатива знаний. Вы просто всё собираете из своих резервов. Может быть, ваши знания где-нибудь в этой мышце сидят, представляете? Я вот так себе рисую. Вы их достаёте и говорите, любимый, слушай, почему как два идиот? Мы же детей родили. Всё равно эту ответственность, её надо всегда выводить на первое место. Мы родили детей, мы не можем сейчас взять их, ну, так вероломно с ними поступить, только потому что… Да, ну, вот, видишь, мы так вот переросли, подросли, недоросли, и чё? А вот с ними что делать? Не-не-не, давай будем сейчас находить со всех сторон, как в 5D, посмотрим на свою жизнь, мы справимся. Почему? Потому что мы знаем. Мы хотим. Да, каждый день мы делаем этот выбор. Никогда. Как только что, вот мы разговаривали, вот вы зашли, и мы с соседей, ой, с Зариной говорили. Зарина живёт в Калифорнии, и она тоже… Мы задевали эту тему, отношения внутри семьи, между супругами. Она говорит, блин, парни, ну нафига вот вы берёте там свою любимую женщину, оставляете в угоду каких-то импульсов, каких-то там флюидов и всё такое, вы уходите, а там будет, блин, на самом деле, по большому счёту, то же самое. То же самое. Та же модель, такая же женщина, ну, женщина, понятно, с другой энергией, может быть, то есть не факт, что лучше, чем было. В общем, я за то, чтобы не… Конечно, не терпеть, Асель. Нет-нет-нет, ни в коем случае не терпеть, ребята. Да, ну когда ты наступаешь… Я хочу на грабли, наступать дважды, не терпеть, расти. Ну если тебя слышат, да, и пока ещё не понимают, вот даже выражение лица можно сказать, типа, ну вот… Помоги мне, я не справляюсь. Давай вместе допрём, и вот вообще круто, да? Да, но обычно мужчина никогда так не попросит, вы поймёте, это просто по какому-то своему. Асель. Вчера заглянула снова на вашу страничку, где вы каждый день что-то выставляете из своей продукции, абсолютно щедро и нежадно, с удовольствием расскажу про ваш магазин, ну я имею в виду, я о нём напишу. Почему? Потому что это тоже одна из редких историй, когда через продукт, через, тем более, бьюти, да, индустрию вы несёте знания своим девочкам. Вы чудесно ведёте свой блог, блог же, да, правильно, ну аккаунт. Спасибо. Я знаю, что вам помогает команда. А вот скажите, пожалуйста, мне с точки зрения денег, бизнеса, это круто? Ну в смысле всё это работает? Да, это работает. У кого-то, я сразу скажу по своим одноклассникам, да, в бизнесе, у кого-то это работает круче, но мы, я за то, чтобы распределять прибыль, да, то есть у меня нет такого желания максимизировать свою прибыль, чтобы вот максимально там дивиденды выкачивать, покупать все машины, раз анпекинг делает Луи Вейтонов, у меня нет такой цели. У меня есть цель создавать классную команду, и я всегда выбираю, да, то есть условно мне купить это или нанять дата-аналитика, и вот недавно у меня была возможность купить Теслу машину, но мы купили аппарат какой-то, да, то есть я всегда делаю выбор в эту сторону, потому что мне интересно там, я всё равно, я знаю, эти деньги сольются, а лучше в чистом остатке у нас будет команда, и мы тратим. Вот недавно мы прям взяли пять крутых специалистов, это в пейроле, ну, в зарплате это где-то пять миллионов тенге, да, условно, со всеми налогами и так далее, но мы поняли, что эти пять миллионов нам принесут ещё 150. Конечно, потом всё равно процесс интереснее, чем цель. Машина – это цель, пусть пока мы говорим про земное, практическое, там, материальное, но машина – это цель, а процесс к ней, он намного интереснее. И когда у тебя есть вариант вот сегодня купить Теслу, или ещё в процессе побыть, а потом ещё, может, пять Тесл. В процессе потереться с другими людьми, да, представьте, где-то там существует классный специалист, который может с тобой поработать, меня это просто возбуждает. Какая сумка. Теперь вопрос на засыпку очередной. Смотрите, в своём аккаунте вот такие мысли, ну, или я их не увидела, поправьте меня, но я пока что вижу, вы не несёте, а ведь это очень сильно тоже на вашу аудиторию может влиять. Интересно. Ваша личная философия, сегодняшние выборы. Рассказав о том, что я, ребят, наша команда, ну, в моём лице, в вашем лице, или вашего партнёра, выбрали вот это, не машину, а вот это. Представляете, как это людей будет побуждать к доверию ещё более высокому к вам? Типа она ради нас это взяла. Да, я как будто не транслирую такие вещи, да, то есть мне всегда кажется, что наши люди, они так это знают, а оказывается нет, да, ну, то есть я понимаю, что нет. Нет, просто здесь такая замкнутая система, доверие вырастет больше, в том числе и к тому, что вы предлагаете напрямую в продукции, ну, в косметической, и все будут понимать, что вы не просто верхняя часть айсберга, красивая, ухоженная, стройная, блин, богатая, но ещё есть огромная глыба там внизу, это труд, это выборы, выборы. Вы понимаете, когда у меня был такой момент в жизни, купить машину 2001 год или вложиться там в обучение, я вложилась в обучение, но уже через год у меня была и машина, и диплом. Трудные выборы ведут к лёгкой жизни, да? Конечно, конечно. Или ведут к тому, что вы вообще потом не захотите то, чего хотели вчера, само отвалиться. Абсолютно. Аселя, вот переходим к серьёзной части разговора. До этого тоже всё было серьёзно, но здесь немножко ещё драматическая будет нотка. У вас большая аудитория, и, как вы, повторю, заметили, что это живые люди, и это очень круто, потому что, ну, зачем просто количество, правда? Да, 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 конечно. Одно из, сейчас скажу точно, одно из побуждений моих к тому, чтобы записывать интервью с вами и ещё с рядом людей, стала череда самых жутких, на мой взгляд, вот прям громко скажу, жутчайших, дичайших событий, которые произошли в стране осенью этого года. Это вот история салтанат. И ещё вот прям как-то так случилось, да, ну вот беда одна не пришла, там ещё какие-то события были в Алматинской области, потом с малолетними детьми. И в этот момент, вы не поверите, при том, что мы с вами близко не общаемся, но мы там на связи и в сердце друг у друга. И я в этот момент вижу образы вот вас и ещё других моих вот героев, кто придут сегодня. И мне хочется сказать, блин, я так хочу, чтобы вы заговорили. Что вы думаете по этому поводу? О выражении вашей гражданской позиции, как будто бы пришло время, и накопился индекс доверия такой, что вас услышат и в этом аспекте тоже. Да, да, я думаю, вот сейчас, да, оборачиваясь уже немножко, времени прошло, и я поняла, что в тот момент я словила такой ступор, да, чисто по-человечески. Я испугалась. И как все женщины в Казахстане проживало свои вот эти процессы. Сначала страх, дикие животные, потом агрессию, потом непонимание, непринятие ситуации. Потом мне хотелось на кого-то это вымести. В тот период у меня было даже, я говорила своему мужу, почему ты не высказываешься, что ты молчишь? Он говорит, а что я сделаю? Я пойду кого-то застрелю, что я должен сделать? То есть я увидела, что мужчины, они столкнулись тоже с тем, что от них ждут, оказывается. А на самом деле мне, так как я умею это делать, мне не нужно было перекладывать ответственность на кого-то, мне нужно было встать и самой свою позицию, просто рассказать о том, как я боюсь, чего я боюсь, чего бы я хотела. Вот как вот вы мне до подкаста советовали, ну просто рассказать о своих чувствах. Да. А чувства, конечно, они неоднозначные, потому что я до сих пор думаю каждый день об этом и думаю с разных сторон. Что бы я сделала, будучи там президентом, что бы я сделала, будучи семьей, что бы я сделала, будучи сейчас мамой своих дочек, да, как бы я воспитывала сына. То есть ты уходишь очень глубоко во все эти процессы. Не знаю, вот так высказаться, да, Дана? Я не хочу давать как будто здесь решение, и мне кажется, что куда бы я сейчас не наступила, там так сыпка, и что я не могу, не имею права никого не учить, ничего, могу только... Вы сама сказали в самом начале подкаста, что дорогу уже осили, ну осили от идущей, и вы понимали, что будет сложно, или эти сложности наступали, но вы шли и делали, потому что вы в это влюблены. Я хочу сейчас в вас вдохнуть в большую веру в то, что потенция лично в вашей личности, она очень большая, и она не может как... Я не психолог ваш, конечно, но эта потенция не может быть реализована и ограничена только тем, что вы прекрасны в бизнесе, например, или разбираетесь в искусстве, или у вас очень хорошая экологичная среда, друзей, родных, где вы любимы, где вы любите, это все классно, но ваша потенция, личности вашей, а я знаю вас уже тоже очень много лет, она прям... Она уже не спит, она уже готова к тому, чтобы стартануть. Я не призываю вас к тому, чтобы там давайте завтрашнего дня общественной деятельностью займитесь и будьте активисткой. Нет, конечно, это уже может быть вопрос времени, но вы все равно больше про аутентичность, про свой такой мир. Но тем не менее, ваш голос, а, буквально звонкий, б, как вот я говорила Зарине, емкая речь. Я специально смотрю много ваших видео, чтобы думать, ну где бы я ее поймала на том, что у нее есть лишних... Риторика заполнена тем, от чего можно было бы отказаться. У вас все емко, вы в короткие там, одну-две минуты несете огромную мысль, которая в людях побуждает такое озарение, как сейчас принято, говорит, инсайт, и они снова идут. Не только покупать у вас, а просто за вами следить, смотреть, слышать вас. Пусть хоть о чем, пусть о косметике, но слышать вас. Понимаете, какая сила вашего голоса? Поэтому я... У меня есть такая заготовочка для каждого гостя. Дайте слово, что вы подумаете о том, чтобы быть, ну подать шире себя, больше, глубже, масштабно. Даю слово, да. Даю. Вы просто крутая. Я прям уже как будто проброс у меня, что да, есть что сказать, есть о чем поговорить со своими же подписчиками. Возможно, они так же испугались, и мы сидели все в своих углах, и нам было всем страшно, и мы не нашли. Они ждали, что вы скажете. Я этого не знаю, это не моя разведка, и я просто это чувствую. Потому что это когда человек любит кого-то, и, ну даже если немножко идолизирует, в этом нет ничего плохого. Мы все для кого-то пример. Помните, есть такая знаменитая песня, кто-то для тебя весь мир, а для кого-то ты. Ну, например, это условно, я там кого-то сильно люблю, и беру билет на его концерт, а кто-то спешит ко мне на кофе. Это просто такая замкнутая система, мы все друг у друга учимся. Ваш голос очень ценен, и я сегодняшним нашим диалогом прямо вдыхаю у вас свой ресурс, как веру в вас. Но это не прессинг, это не то, что я там… Я очень вдохновилась. Ваши хвостов у меня обещали. Нет, да, просто поймите, когда ты видишь в человеке что-то большее, у меня есть глубокое убеждение, что об этом надо сказать. Например, вы красивая, я вам всегда скажу, вы такая красивая, вы такая стройная, вы такая вообще, вы такая прям лучезарная, невероятно, да? Но в случае, что, например, вот вы не высказываетесь, я вам тоже это скажу. Ведь оселя, вы же можете. Но видите, это не выглядит как упрёк. Почему? Потому что вместе с этим словом я в вас вдыхаю как бы свою любовь. Я вам говорю, вы же крутая, вы же… Я верю, я сейчас верю, что я смогу. Понимаете, отмалчивание – это же, это не отсутствие, это не равнодушие в моём случае, да? Это, возможно, какой-то страх, который я ловлю и пока не знаю, что с этим делать. Но мне нравится слово «пока». Да, да, да. Я разберусь, и я реально… Да, пусть оно повисит, я знаю, что оно очень красиво распакуется. Я позволяю повисеть этому немножко, чтобы… Да, 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 да. Вот я повторю, у нас мало, в принципе, талантливых, способных, деятельных, активных, естественно, в корреляции меньше, чем в других государствах, где по 150 миллионов, да? Ёмкость рынка, не вам рассказывать, вы больше меня знаете, как с этим, как только соседние ваши коллеги зашли, как сложно стало в бизнесе, да? И поэтому… И вот среди всего этого женщин активных, говорящих, а самое главное талантливых к тому, чтобы вещать, их очень мало. Но я ни разу не феминистка, я не призываю только женщин, и в гости приглашаю, а не только женщин. Я всегда про то, что есть человек. Кто вам нравится в Казахстане, из тех, кому вы доверяете, кого вы послушали, неважно мальчик, девочка? Чьим словам вы внимаете, убеждения? Хороший вопрос. Можете подумать, время есть. Дан, если честно, я никого не слушаю. Я периодически… Смотрите, Дан, как это выглядит. Из-за того, что опять-таки я СДВГшник, да? У меня есть, например, на эту неделю какие-то задачи, и я маниакально слушаю только вот это. То есть у меня есть 20 часов просмотров, например, маркетологов, СММщиков, по продажам людей. И у меня очень узкая информационная воронка. То есть я впитываю информацию из-за того, что я СДВГ, я научилась полностью сжимать свое пространство только до предмета, который мне интересен. И условно, если вы со мной походите неделю, вам будет очень скучно. Я слушаю сейчас только одного человека. Там Тимур Кадыров есть такой парень. Всё, он у меня на нон-стопе. Я всех им запариваю. У меня команда вся трещит, говорит, блин, сейчас мы будем… она нас будет полоскать, потому что я просто на репети выставлю. Но мне нравится, например, как хорошо проявляется Айман Кулумбетова, например. Она потому что со своей аудиторией прямо их в лубь тащит. Мне очень это нравится. Вопрос, который хотел в середине задать, как наводящий, но сейчас он прям тоже к месту. Вы несколько раз за сегодняшнюю беседу говорите о том, что вот ваш психолог вам помог, и я понимаю, что вы сессии эти посещаете. Можете поделиться? Реально психологи помогают вам на сессиях? Ну, не только вам, вообще людям, которые к ним обращаются. Конечно, да. Но, смотрите, в этом году я переступила как бы психологию и пошла дальше, потому что я поняла, что психология не может решить всех твоих проблем. И даже сами психологи столкнутся с тем, что там есть второе дно, ты проваливаешься туда, и мне вот этот процесс сейчас нравится. Я, конечно, туда вообще никого не вожу, то есть моя аудитория, возможно, даже этого не знает, но мне нравятся уже более глубокие процессы, например, трансгенерационные, родовые. Вот сейчас я прохожу терапию папы, очень мощная терапия, конечно. Я немножко заплакана сегодня, потому что вчера просто 30 лет назад умер мой отец, и я начинала с Мариной Таргаковой, с ней я зашла на этот путь и делала радикальное прощение. Писала папе письма, исписывала слезами, лежала на могиле, обнимала и просила прощения, потому что мы расстались так. Раз человек вышел, вот представьте, мы с вами в диалоге, а вы возьмёте и уйдёте сейчас, и у меня вот эта недосказанность, невыслушанность всё вот запечаталась здесь, и обида превратилась в вину, вина превратилась в агрессию, в бессилие. Я проживала бессилие очень долго, и вот 30-летний этот цикл закрывается сейчас, и вот слава психологам и людям, специалистам, которые тебя ведут в этом, потому что терапии папы я очень советую. Я раньше смеялась над людьми и на выступлениях говорила, вы прорабатываете папу, чтобы у вас появились деньги, что за шняга. Вообще техник много разных хороших, да, вы правильно сейчас подметили, что важно, опять же, людям очень трудно распознать, вот где настоящее знание, а где вот под видом знания суррогат, и более того, он ещё и денег стоит. Очень сложно, да, но мне нравится принцип притянуть за верёвочку, то есть если я вижу какую-то инфу, я пытаюсь посмотреть, у кого этот человек учился, у кого тот учился, и выйти на учителя учителей, и тогда ты в прямом, в чистом виде потребляешь информацию, и сам уже через свою призму проводишь. Вот опять же, одна из новых ролей, может быть, когда вы, пусть это будет в виде рубрики, например, раз, пусть даже в месяц, пусть это будет 10 выходов каких-то ваших, где вы с такой же страстью, как вы рассказываете вот о бизнесе, о хорошей продукции, рассказывайте тоже о людях в своей жизни, почему объясняю, это не моё вам сейчас поучение, ни в коем случае, это просто маленькая наводка, которую я делаю, распознав ваши потенциалы, представляете, за вами следует, вас любят, вас покупают, это что ещё… Обмениваются энергией со мной, конечно. Да, и конечно, когда вы скажете о том или ином технике, о том или ином мастере, конечно, люди пойдут туда, вот тогда им будет легче распознавать, ну, в смысле, из всей мишуры вот хорошее зёрнышко достать и туда пойти. Это тоже будет одна из социальных ролей. Спасибо большое, да. Представьте, что вы президент. Это вопрос из разряда утопических, его не надо бояться, никто нас с вами за это преследовать не будет, но никто нам не может запретить пофантазировать. Представьте, что вы глава государства. И что бы, тем более, вы сама в середине диалога сказали, если бы я… Благодаря тому, что у вас огромный бэкграунд, опыт, знания, образование западное, всё это вас привело к тому, что вы возглавляете страну. Что бы вы первое, главное сделали бы, оставив такую своим именем историческую ценность для общества? Знаете, Дан, я как будто готовилась, но я сразу сейчас авторство отдам этой идее, я хочу её просто сюда перенести. Я бы создала Министерство семьи, ну то есть это то, о чём вы говорите, Министерство семьи прям нам нужно, это как в Королевстве Бутан есть Министерство счастья, да, то есть это такое сложное, у них KPI просто рассчитывается по разным показателям, а Министерство семьи это те люди, которые должны по идее заведовать ЗАГСами, и вот как вас, когда разводят тебя, ты приходишь, я пыталась подавать на развод, да, и говорят, а ты подумай, иди месяц, ты что угонишь, иди подумай, и то же самое, ты приходишь подавать заявление на регистрацию брака, тебе должны сказать, вот тебе онлайн-курс про осознанный брак, иди пройди его, 75 баллов наберёшь, мы тебя женим, не наберёшь, идите отсюда, ну то есть это какая-то уже техническая история, но Министерство семьи, и эту идею мне дал Куаныш Шонбай, я его очень-очень уважаю, и он как раз таки, он вступил в партию, я ему говорю, зачем вы в партию пошли, вы чего, он говорит, я хочу, вот у него есть тоже такая идея, и нас, таких людей, возможно, много, потому что всё начинается из семьи, вот мы не зря, почему мы с мужем сейчас 10 лет в браке трёмся этими болячками своими, своей детской частью, и растём в этом, да, нам нужно понять, что невозможно, вот родители всё время перекладывают на кого-то ответственность, но это единственное, что нельзя заутсорсить, поэтому нам нужно быть готовыми, как родитель, а это происходит в семье, очень большая значимость у этого, мне кажется, есть. Какая крутая идея, да. Классная, да? Я тоже об этом всё. Не моя. Почему нет? Вот, допустим, в Эмиратах тоже есть такое ведомство. Happiness, да? Вообще классно. Ну, Бутан — это просто самая яркая такая, да, самый яркий пример. Мы должны, наконец-то, и тогда, мне кажется, агрессия, насилие, всё оттуда в корне будет исцеляться, то есть корень там, когда ты действительно понимаешь, что мир смотрит на тебя глазами мамы. Я когда поняла, что мне не нужно никому ничего доказывать, что меня и так вселенная любит глазами мамы, и я могу просто проявляться. Супер. Супер.